Готовы? А, ну в принципе спрашивали, да. И поехали! Так, ТД-42, и за это время они стали уже ТД-42Б, эти все парни. Видимо, браво. Ладно, хорошо, пускай так. Астан, Изи, Таргик, Гешут на 32-х, Калента на Пирше, Камелот на 29-м, Апостол на Визоне и Ксион на Т1. Ну и Реда сегодня в свете Блю Курасава, это Дайвер и Емелька и еще и Капи на 32-х, Левша на Першинге, Дагман на Хумеле, Дэд Доктор на Т50-м и Пазин на Т1. Да, ну и с этими противниками Ред 2 не... как это... не экспериментируют с составами. Ну все равно спасибо большое Левше за Пантеру 2-ю, красавчик. Это было круто, да, действительно. Так, ладно, посмотрим разъезд, Дэд Доктор с Левшой походу на центр, да? Да. Также на центр, кстати, нету быстрого света у ТД-42, Денис Клоу, почему тогда не ТД-42Д? Ну ладно, сейчас Калента должен попасть в засвет и он не видит, и его не видят. Да, ну вот Дэд Доктор провел Левшу, теперь Левша занимает там позицию, смотрит, чтобы никто не просвечивал монастырь, а тем временем все остальные Реды в 3 тяжика, это Капи, Емелька и Дайвер. И Дайвер, вот, на 3-х 32-х, по низу ухо. Но у ТД-42 больше тяжелых танков, хоть и слабее арта, там Дагман на Хумеле... Ой, есть там встреча, кстати, на Эльбе, хотел сказать, на центре. Сейчас попробую переключиться. Есть, да, Левша вот здесь, Калента, никто мне пока что не дал. Есть за свете, кстати, изи-таргет сейчас, Капи его уже увидел, Емелька притормозит за Шерманом. Три тяжа там видно! Отстрелялись сейчас, отстрелялись по одной цели, минус 244, минус 307. Ну еще три таких выстрела, и они, в принципе, сравняются по ХП. Есть минус 282, есть минус 303, сейчас на гусеницах стоял кто-то из ТД-42. Накидывал туда сейчас Дагман. Не попал, на самом деле, по Камелоту, это повезло Камелоту, что-нибудь. 363, тем временем, прилетело в ответ только одному Капи, и все. Вот так вот отстрелялись Реды. Да, ну и изи-таргет стал действительно... Блин, куда я переключился? Действительно изи-таргетом... Оооо, Камелот сейчас получил от Дагмана по пост до света, уже не светился, по идее он. Вот это да. И по центру. По центру. Изи-таргет, 999 кафе. Вот, посмотри, по центру Каленто с Левшой уже будут сейчас биться, драться, но по Левше должен зарядить, по идее, со своего Бизона не попадает Апостол. Ладно. Вот, Реды втроем, агрессивно очень действуют против четверых ребят из ТД-42Б. Левша забрал как Аксиона, который там на базе крутился. Дэддоктор уже, уже на базе Дэддоктор. Переключайтесь туда, здесь, хотя нет, здесь тоже интересно. Здесь интересненько, потому что по Астону отстрелялись уже двое. Все, все, все постоянно происходит. И по Апостолу минус 48 прилетело. И Астон под фокусом. Смотри, 203 хп, он ваншотный, прикрывает его гишут. И нет, добирает. Дайвер все-таки добрал, получил на 274, но добрал Астона. Астон с Дэддоктором и кто кого, вот это очень интересно, но уже все. И минус тут же от Капи по Камелоту. Вот так. Вот так, вот так. И что, ни одного не потеряют? Емелька сейчас пытается спрятаться от изи-таргета, он под фокусом. Все будут в него отстреливаться. И да, и добивают его. Посмотри, как Капи отлично спрятался. Ну и Гишут один здесь, ну... Емелька просто не будет выезжать. Да, и Гишуду надо будет что-то делать. Гишут на 200... Нет, Емелька выезжает и накидывает 338. Не стоит Емелька? Вот это да. Вдвоем сейчас заблокировали Гишуда, Дайвер и Капи. Ну кто? Есть, Дайвер. Минус Гишут. Остался один Калента. Пока без потерь, но вот здесь вот будет уже очень интересно, кто кого. Калента левша, и левша на один выстрел, не попадает Дагман по нему и... Нет, не в сухую. Не в сухую. Не в сухую. Но Калента уже ничего не сделает. Здесь постоянно накидывает Дагман и берется база. Кто на захвате? Дед Доктор. Дед Доктор на захвате. Нет, Дед Доктор не на захвате. Дед Доктор уехал, Паззи на захвате остался. Да, и Калента, кстати, видит, что Дед Доктора. И Паззи, кстати, стреляет по Калента. Есть, да, выстрелы проходят постоянно. Ну и... Ну и... Ну и все. И есть, Дагман добрал. Ну и все. Вот так реды. 7-1. Вот так реды Вот так молодцы Пых, 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 пых Наверное, ты знаешь, посчитали ребята из Red Rush Team 2 И поняли, что, блин, надо набирать сейчас по максимуму И врываться просто на первое место ладера Да, первое место сейчас делят между собой Раши первые И... Нет, пока что только Раши первые занимают первое место Они уже отыграли пятый бой Ну да, ну вот сейчас Перед началом этого тура у них было ровно по 12 сочей Только победы и у одной и другой команды Но... Ну вот сейчас, если Раши вторые затащат в 5-0 И завтра сыграют... И в пятницу, да, завтра сыграют в Dead Red Army Ты представляешь себе этот ужас в 5-0? Ну хотя да, они, подожди, они... И завтра отыграют отличный бой с Dead Red Army То по очкам и по разнице у них есть все шансы занять первое место Я тебе сейчас знаю, что скажу Я посмотрел, да, действительно, на отвече ребята пишут Что 5-0 побеждают те, кто вот вторыми написаны То есть по идее 5-0 должно быть сейчас Ваю, Раш и ТД-42 в пользу Раш-2 И... Рейс и Фирос должны тоже 5-0 сделать Ну... Посмотрим Ну должны, не должны Никому никто пока что, я думаю, не должен Пока что... Пока что только начало И я... Все равно я думаю, что это начало Да, хоть и пятый тур заканчивается Треть Это треть И до конца еще ничего не может быть Понятно и ясно Потому что все равно потом Обеим командам встречаются с теми же Рашами первыми Все равно потом с теми... Обеим командам встречаться с... С кем они еще не играли С Dead Red Army они не играли С Dead Red Army они не играли Да, правильно Ну вот Будет видно? Тем временем вот второй уже бой начался в этой схватке Можно так сказать И... И вот так вот практически И посмотри, сейчас Red'ы взяли тоже и Першинг, и 44-очку У Емельки есть 44-ка, я даже не знал Емеля, покатаемся, завтра его взводим Прикольно Дагман пишет, давайте зарашим Дагман, кстати, пересял на Т1 Без арты сейчас будут с первой базы начинать Red'rush Team 2 Слушай, вообще хотят зарашить? Ну, вот... Вот так вот Ну ладно Посмотрим Посмотрим У меня, кстати, гусеницу схавал Весь урон Гусеницу весь урон схавали И вот с третьего раза так меня Меня кто-то не пробил Представляешь? Вот Дагман сейчас отлично отписался Иды ко мне Супер Окей, ладно Ну, у Браво... У Браво Вот бы Денис Клоу свои мысли по этому поводу Калента видит левшу Левша видит Калента Ну и Калента будет, скорее всего... Не будешь ли ты так получать сразу себе в движок урон-то, а? В тапок играл? Играл в тапок, да Ну, играть в тапок на бирже опасненько Ладно, Калента здесь И тяжи... Тяжи деф Камелот остается снизу на 29 Кишут изи-таргет поднимается наверх Постла видели И Астон уже вот здесь Ну, очень тоже хорошо дефить перед этим разбитым Шерманом Потому что можно положить просто на него дуло Не держать Ну, у Редов Стандартная ударная группа из тяжиков Дедоктор, Капи и Дайвер Втроем вот они собрались И, наверное, не будут они дефить Или будут Формацию выстраивают То есть, понятие Там, кстати, ой-ой-ой-ой Там посмотрел, что там в кишку происходит Да, я видел, я видел Что через кишку сейчас тем временем проходит 44-очка Вот, Емелька на 44-очке А подсвечивал все это время ему Пази Который вот уже на выезде Под базой У ТД 42 Денис Клоу Да, ну и мчаться изи-таргет С Гишудом Не знаю, что их ждет Хотя Здесь их пока что ничего не ждет Пока что ничего Ну и да, можно проходить дальше Вот туда, говорит Апостол Капитан Реды выстраивают формацию Такую вот Вот такую вот Вот такую вот В три ствола И ждут И здесь тоже, ребята Из Денис Клоу Тоже выстрелили Такую формацию А я тебе скажу вот, что происходит сейчас Пази, Емелька Уже подобрались Подобрались под базу И левша И левша сейчас будет ломить через центр Собирать на себя всю игру А я думаю, Емелька будет выходить И И брать Спази брать базу, да Ну вот, Емелька уже здесь Смотрит Никого не видит Не видит Калента Кстати, где Калента сейчас Все это время Калента Все это время Есть там засвет Уже попал в засвет сейчас И Емелька И Калента Он, кстати, не видит До сих пор не видит До сих пор не видит Ну, Ксион Потому что подсвечивает из куста Емелька должен видеть Ух ты! Прилетело от кого-то 302 Сейчас вошло И есть Емелька видит Ксиона Забирает его Это, наверное, вошло, кстати От Апостола И И И И И есть Все И видит Каленту Не попадает 243 от Каленты В Емельку вошло Сейчас 755 хп у него осталось Но ему бы сейчас Не выдвигаться, что ли, вперед На гусице, что ли Фуловый Калента Нет-нет Полностью Заметили, кстати Тем временем Реды Ой-ой-ой Левша 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 Вот это да Вот это у него кидали Левше сейчас Тяжи ТД-42 И все И минус сделали ему Ну а Дэддоктор Капи И Дайвер Поняли, что к чему И вот видят Астана Видят Изи Таргета Изи Таргета стрелялся По Дэддоктору Будут выходить втроем 3 в 3 Будут ребята сейчас бороться Есть По Изи Таргету На нем маркер Ну и надо отходить Отходят, да И давят Давят Реды Бьют по прежнему В Изи Таргета Нет, сейчас уже дали По Гешуду Не прошел один раз урон Накидывала артиллерия Только что Апостол на Бизонщике Не попал он По Дэддоктору И понимают Ребята Сейчас Реды Своё преимущество По ХП Отстреливаются по Астану Не попадают Ты понимаешь Вот здесь ещё проблемы Ах Есть Калента забрал Емельку И Камелот Сейчас Будет помогать своим Будет помогать Должен помогать Изи Таргет Ставит дайвера На гусеницы Отстреливаются по нему Накидывает туда же И кстати Апостол Без арты Немножко нехорошо Получается Для Видят ребята Что они сейчас Втроём Бодаются с четырьмя И Дэддоктор Вообще целый Дайвер Но прикрывает он дайвера Сейчас смог Апостол добить дайвера Но не смог Но не долетел снаряд Дайвер отъезжал Ещё раз минус По Изи Таргету Изи Таргет тем временем Остался ваншотным буквально И добирает Изи Таргет добирает Дайвера Опять я драйвер Дайвера Пожди пожалуйста Ну что же так постоянно И видишь Постоянно Апостол накидывает Постоянно Постоянно Есть Камелот Самый фулловый Выходит вперёд Прикрывает изи Таргета Не попадает сейчас Апостол И проблемы сейчас Начнутся огромнейшие У Рэдов Да Их осталось двое Ну и Дагман Ещё там на Т1 Потому что Калента уже заехал сзади И будет сейчас расстреливать Капи Он видит Ну и Капи И будет стрелять А что же так мало урона Капи получается 190 Добивает Камелота Ну и поехали Поехали ТД 42 286 Вот теперь урон Пришёл от От Першинга Гишу Добивает Капи Ну и Де Доктор Остаётся один Гишу кстати даже Нет Обратил внимание на Калента Изи Таргета Добивает Де Доктора Ну всё Осталось найти Дагмана Ну и Ну и кстати Калента возвращается На базу сейчас Ну и кстати Вот ещё до конца боя 4 минуты Интересно успеет Ребята доехать Забрать базу Или встретить Дагмана на своём пути Который вот так Вот так уходит В город Монастырь Он уходит Не сдаётся Очень долго выезжать Очень далеко Ну понимаешь Там Калента Вон на Першин Поехал обратно На базу И там с базы Будет уже Проходить и искать А здесь третяжа Как раз Хватит Для быстрого захвата В 33 секунды Т1 Нет я на левшу смотрел Левше не повезло Реально сейчас Очень не повезло Его так раскидали Оттуда Сфокусили А ну и Дагман Будет прятаться здесь Да Ну да Стандартная нычка Нет Куда-то в другой Или Не Все туда Все туда прячутся Тут вот ещё справа Была одна Вот Проехал Он ее Справа Такое да И обратно Можно крестик Нет Ближе сделай Ближе Да И обратно крестик Включить Чем вам не Контерстрайк Да Ну у нас Сейчас не Контерстрайк У нас World of Tanks И Гешут Астан Изи Таргет Забирают базу Просто Забирают базу Три минуты до конца Но однозначно Они ее сейчас возьмут Ну 33 секунды Надо чтобы Троем взять И это будет 1-1 Не берите Пишет Так Ну и Гешут Что ли повелся Действительно Не берет Ну астан Изи Таргет Стоят Вдвоем 50 секунд Ну Времени еще много Еще больше Двух минут Порадуйся Пока За Изи Таргет Завтра За себя Порадуйся На своем Е50 Ну про то что Покрашен Красиво Покрашен Красиво Да есть захват Не нашли Дагмана Выжил Ну даже Не искали Я бы так сказал Да Вот так вот 1-1 42 42 Говорят что Нет Так просто Нас Не Одолеть Вот у меня Спасибо Что Спайки Пофиксили Я если честно Вообще Не понимаю О чем Речь Но пожалуйста Всегда пожалуйста Всегда рады вам Помощь Мороз СПБ Пофиксили мы Спайки Что это Ты тоже не знаешь Гугли Котофей Что значит Спайки И Котофей Не знает Это знает Саша Он у нас Технодесантник Который разбирается Во всем этом Оборудовании Он просто скажет Да это там Что-то Теры-пыры И еще Какую-то Фигню Да И мы Ничего не поймем Серьезно Когда мы ему Рассказываем О танках Он говорит Ну хорошо Ребята Он говорит Спасибо Деденжел Вчера Ставил Свой МС-1 На какую Команду Не помню На какую-то Из команд Ставил МС-1 Проиграл Сегодня Ставит Свой Т-1 На Т-42 Угу Ну я думаю Деденжел Сейчас рискует Остаться Без первых Не решится Ну чего Все Еще Французских Ай Французский Есть Там Да Как он называется Кстати Да Рено ФТ-17 Ну почти МС-1 Только Французский Да Ну видимо Заготовка У Редов Со второй базы Все-таки Сарто идет Да Так да Дагман на Хумеле Дедоктор на Т-50 Пазе на Т-1 На Першинге Левша Капи Емелька И дайвер Сейчас на Т-32 Посмотрим На F2 Просто Вот один раз Показал Левша И все F2 Потом Единственное Что было Очень сильно Здесь прокликивали Карту Прокликивали Карту Ксион Друзья Спасибо Спасибо Левша И не поехал Сейчас Левша В центр К монастырю А отправили Туда Одного Только Дедоктора На Т-50 Да Ну а Ну а Ну и Дедоктор Клешни Стандартик Поехал Кстати В этот раз Сейчас Левша Вместе с Капи Емелькой И дайвером До центра До центра Уха Можно так сказать И есть Смотрит в город Смотрит в город Видит И не видит ничего Видит фигу Говорит Левша Левша накидывает ему 219 Вот это выстрел Сам не засветился Вот это выстрел Будет еще накидывать Не видно там за домом Вот это расстояние Хочу специально включить Крестик Ай Не успел я посмотреть На расстояние Вот Тебе не покажет Нет не покажет Расстояние И сразу Двое попадают Сейчас В Калента И левша Продолжает его добирать Ой Здесь выезжают На левшу Емельку На Капи На дайвера Все Все 4 в 4 Сейчас здесь будет бой Калент Пока что не участвует Он просто не успел Еще приехать Первым опять Изи таргет И 4 в 4 Да действительно СТшка И накидывает сейчас Хумель на 372 Изи таргет Все Изи таргет Не боец Камелот И его прикрывают Со всех сторон И шут сейчас попадет Просто под обстрел Емельки и Капи Он постоянно Вот так Сейчас бы накинуть Туда в серединку В серединку Там где Камелот Есть 353 для Камелота Ваншот на Камелот Ваншот на Изи таргет Добирайте Да Добирают Изи таргета Не пробивает Апостол Капи Так что там был выстрел От Бизона Решили добрать Сначала Гешуда Ребята 79 ему осталось И 369 влетает В Астона Минус Гешуд И Астон Погибнет И да доктор Тем временем Нашел Апостола Емелька не торопится Левша Левша фуловый Дайвер за ним Потом Емелька Потом Капи Емелька с Капи Там коленто добили Между делом Есть Все И минус сейчас Минус Апостол И минус Астон Ну и осталось только Ксион Его видно Да Его видно Вот так Реды И вот теперь Вот будет Без потерь 2-1 Ну коленто Не решает Ой коленто Ксион Не решит Против Ну разве что У него есть Красная кнопка Когда там Поворачиваешь Два ключа Нажимаешь Красную кнопку И вся карта Просто взрывается А и ты И тогда ничья Все танки уничтожены Кстати У тебя было Когда-нибудь такое Что вот ничья Все танки уничтожены Нет Не помню А у меня было У меня за Почти 10 тысяч Только один раз Полностью убивали Экипаж И вот недавно Второй раз Это произошло На МС-1 Нет Экипаж У меня убивали Тоже только один раз А на ИС-4 Один раз Было так Кстати На 44-ке У меня убивали Экипаж У меня на ИС-4 И правда Тогда аптечка Работала Не постоянно Как сейчас Да Две минуты Было И вот Мне тогда На ИС-4 Убили весь экипаж Стоит у меня Ис-4 Там тысяча ХП на нем Еще оставалось И без экипажа Без экипажа Стоит целая машина Не разорванная Ничего И вот второй раз За все время Появилась Вот на МС-1 Вот Котофей Похвастался Что он повторил Подвиг Бучерина И на гриле Убил себе Весь экипаж Выстрелом в камень Нет Выстрелом в противника В противника А в противника В упор Да Бывает такое Опасно Опасность Опасность Да Очкарик И человек с бананом В руках Все еще Действительно Здесь С вами Друзья Это Star Series Пятый тур Карта Монастырь И очень интересно Развиваются события Выигрывает пока что Вторая база Но так как ребята Постоянно меняются Нет Вторая база Но так как ребята Постоянно меняются базами То сейчас по идее Очередь Выиграть ТД-42 Да Ну и потом Со счетом 3-2 По идее Должны будут Ну исходя из Тенденции То ТД-42 Должны проиграть Раш вторым Со счетом 3-2 Ну вообще там 5-0 Надо было Но уже не получится Ну да Не пропускаются 5-0 Сейчас ТД-42 Какие 5-0 Если Ну ты думаешь Просто так ТД-42 Оказались На втором месте На турнире таблицы Думаю что нет Вот да Ну рашем то это надо Они могли бы уже Как-то так Уф Ну ладно Сжахнем и станем Первую в ладере Ну хотя бы в течение Старые раши станут Первыми в ладере Ну да Хотя бы так вот На пару туров Задержаться на первом месте Ну кстати было бы интересно Да Чтобы То как-то так За два тура Первые раши Заняли первое место И И все И все И вы Так не в первом туре еще Ну там Там они делили Там просто было несколько команд По-моему 3 или 4 Или 5 5 команд 5 команд с одинаковым количеством баллов Ну что ж Команды поменялись местами Все готовы Тренировочная лежит Да Не Не Да Да мы это Ну чтобы ребята понимали Что мы готовы Ну да Ну и видишь тоже Вот сейчас У меня на часах 20-29 И И у нас И у нас Четвертый бой Четвертый бой уже Вот Хотя начали ребята тоже С опознанием По-моему В 3 или 4 минуты Ну вчера медленнее бои были Да Шли как-то Да Вчера было Затянуто Там у нас была ничья Несколько ничей У нас было По стечению времени Две Кстати у Апостола Покрашенный хумель Да ладно У Апостола действительно Покрашенный хумель Сейчас я попробую Показать Такую раскраску Красили кстати Ну я уже говорил Яхтигра Ну сейчас я ближе чуть покажу Если меня не убьют до этого И кстати Red Rush Team 2 Все таки Емелька пересаживается На 44 Обратно Левша на першинге Капи Дайвер Додоктор на 32 И Дагман Спази на Т1 Не берут Не берут с собой Артиллерию Ред Rush Team 2 Атакуя с первой базы Ну и то же самое Пытается провернуть Походу Да Вот только в этот раз Емелька с собой взял Дагмана Они И вот этот раз Апостол на хумеле Они на гриле Иксион На Т50 Уже Сломает Сломал Да Ну спарился Я думаю Хотя Если нет арты То вряд ли И левша Вот стоит Ждет Есть Видит Ксиона Ксиона Смотри Показал весь расклад Куда уехали Тяжи У Редов Три Видно Нет Дайвер Дайвер Что-то И набросил Сейчас хумель 396 Капи Вот так вот Вот и подсветился А тут кстати По центру Еще и Изи Таргет И видно Кстати Изи Таргет Сейчас Левша Ничего себе Вот это зрение Видит Изи Таргет Ну это зрение Американских танков Американских 460 обзор Здесь 460 есть Даже меньше Должно быть Даже меньше А Изи Таргет Даже не подозревает Что он постоянно В засвете А он катается Он здесь за машинкой Стоит Тоже Видишь За грузовиком И нет Сейчас выехал И сейчас по идее Ну ладно Встреча ты первых Не переключись Оттуда так быстро Да Будет Нет Не будет Калента И Дагман Дагман Кстати проехал Проехал Но Нету там Сейчас Нету там Емельки Емелька остался Сзади немного Покажи Ну вот я За Левшой Снаблюдал Думал что У него замес Начнется В пазе Вот Емелька остался Здесь Ждет он Ксиона Наверное Который должен Будет проходить По 6 линии Аксион Аксион Едет Едет на 6 Да нет Аксион Катается На мотоцикле Ези таргет Продолжает Быть в засвете От Левши Дейфит обе команды Но не на руку Это В принципе Обе им команды Потому что Ничья Сейчас И потом Неизвестно Как все решится Так все Ези таргет Решил уходить Да уходит Иксион Врывается сюда Смотрим Дэд доктор Дайвер Капи Стоят Ждут ребята На ухе Кого же ждут Они там Пока что никого Не собираются Никуда переезжать ТТ-42 Дефят Защищаются Хотя Хотя Вот я Как думаю Что может случиться Дождутся Изи таргета И поедут Четвером И поедут Кстати только что Ксион побывал в засвете Видел его пази И ждут Реды Ксион проезжает Вот по песочным часам Называется эта штука Песочные часы И По идее Должен попасть В засвет По идее Должен попасть На Емельку И на Левшу Нет По идее Должен попасть На пазе На пазе Он попадает И левша Будет отстрелиться Сейчас по нему Да есть Минус по Ксиону На 228 Ниоткуда Ниоткуда был выстрел Потому что Ксион Не увидел Вот сейчас есть Видно левшу Отстрелялся еще раз Левша на гусеницах Нет И левша Ксион на гусеницах Ну да Ксион на гусеницах И левша сейчас только что Прятался от Апостола Интересно так за зданием Ну уедет ли Есть Минус 72 Сплэшем досталось Левше от Апостола Ну и Ксион Здесь может сейчас найти Т1 Кого? Дагмана Да Дагмана Тоже интересно что будет А Дагман Сейвится кстати И с двух сторон Его зажали Его видит Калента Отстреливается По Дагману Ну и Ксион Тоже видит И левша уже И есть Минус 71 Для Дагмана Это уже от Ксиона И Ксион добивает Дагмана Но тем временем Левша уже сзади Тоже по кишке Продолжает Видит он Ксиона Притормозил Прицелился Отстрелялся Не попал Попал в засвет Зато Ксион уехал Да уехал Ксион Все Левша не успел И смотри 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 что здесь Сейчас начнется 4 в 3 Выезжают И Капи на фокусе Капи 523 хп Его бы прикрыть Его бы прикрыть Дать бы Камелоту Выехать Изи таргет Что ж ты творишь И Капи уходит За Дэд Доктор А Дэд Доктор Нет Есть минус И 4 в 2 Сейчас И Апостол там Смотри будет ПТшить сейчас Так ну кого Быстрее добирать Емелька Емелька в этот момент Заходит сзади Будет добирать Он Изи таргета Ну да Нет По Апостолу По Апостолу Остреливается Дэд Доктор труп Все И есть И шут Да делает это дело И Дайвер добирает Апостола Тем временем Емелька Ай-яй Емелька Емелька Изи таргет твой Давай Дайвер держится Из последних сил Но 3 в 1 Вообще неровно Камелот и Гишут Уже развернулись На Емельку Есть минус Изи таргет Минус Но добрали дайвера Ребята И Емеля будет уезжать Будет просто уезжать Будет уезжать Да Затягивать 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 А здесь Астон Не даст приехать Помочь Не даст выехать Наверное Наверное Астон вообще фуловый Есть еще Минус 10 и 8 По Камелоту Минус 324 По Емельке Слушай Я по моему Переключал Не те кнопки Только что Хотя А нет Те все И Левша Добирает тем временем Каленту Который приехал Брать базу Астон Поджег Левшу И горит Левша Не тушится Горит Левша Не тушится Это прям как Из стихов Каких то Емелька И минус 356 Левшу Смотри И у Пержинга И у 44 443 И 444 ХП И куда едет Емелька На захват что ли Думаю Что быстрее возьмет базу Чем Наверное Ну И Левша Тоже уходит Да Астон пошел Их там Контролить Чтоб базу Действительно Не зашли Левша куда ушел Левша пока Здесь Еще возле базы Будет сбивать Захват Постоянно Если у него Это конечно Получится Видит он сейчас Камелота Отстрелялся По Камелоту Не пробейте А Гешуда Видит Ну ребята Думаю Будет проще Сейчас просто Раздавить Левшу Вдвоем Выехать И Добрать его Думаю да Но Приехал Нет А вот Приехал На захват Сейчас Емелька И одновременно Захват базы идет Здесь Гешуд Будет выталкивать Левшу А Камелот Стой 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 Все верно Левша уходит Да Уходит Он от От Гешуда И будет Прятаться Отстрелялся По нему Только что Гешуд Минус 309 Левша Врезался Нет Не закрутит Он 32 Ставит его На гусеницу Минус 70 От тарана И Гешуд Добирает Ну и выехал И выехал Емелька С захвата Ну в принципе Логично Он понимает Что он уже Не успевает Поэтому надо Ехать Сбивать Мешать Тем временем Две минуты До конца боя Остается Но у него есть все шансы Вытянуть этот бой На ничью Кстати да Кстати да Но Собьет захват Сейчас сзади К нему зайдет По идее Астон Нет Не увидит он уже Емельку Емелька уже в монастыре И Оф Фу 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 Сейчас только две машины Да берут Стоят на захвате Одна пока что Одна Только Камилот Сейчас на захвате Гешуд кстати Поехал Поехал тоже в монастырь И Емелька Будет сбивать Скорее всего Если увидит Увидит Ты что Это же 4-4 Но он будет сбивать На самых-самых последних Хотя уже сейчас Может сбивать Да Понимает что Одна машина берет Есть Видит он Камилота И сбивает захват Ты посмотри Минута 20 до конца И он сбил захват И тем самым засветился Он парни понимают Где Где СТ И Думаю что За минуту Спрятался от Гешуда Спрятался от Тяжиков сейчас Единственное Чего не знает Емелька Это где сейчас Астон Наверняка Который сейчас Заходит к нему Заходит конечно И есть Минус 357 Прилитает по Емельке И будет ничья И будет 2-2 И Да Вот это Вот так вот Вот это напряженный бой Вот так вот Все Оставляем на последний тур На последний бой В матче Нажимай эскейп Давай Нажмешь Ну ты меня сейчас Обьешь по клавиатуре Поэтому Да Вот так По твоей нельзя бить Она у тебя Маленькая Маленькая Да В нее не попасть Небольшая клавиатура Обычная такая Фух 2-2 2-2 Это уже Нечто просто Ну сейчас Реды будут стартовать Со второй базы До этого им везло На этой базе Посмотрим А, Лерша играет Сейфкаром Это про прошлый Там Бой Сейфкар Знаешь что такое? Сейфтикар Да Который впереди Едет И за ним Все устраиваются Го-го-го ТТ-42 Та-да Гоша внимательно Почитает Что пишут На стриме Что-то спрашивают На английском Т-32 И А Спрашивает Ну типа Из-за лобовой брони Из-за лобовой брони Да Отвечает Стронг Тауэр И вертикал англс Гот Пикап Ну Ну вот так вот Ребята и нашли Общий язык Там Да Сильная башня Скрепкая башня И Вертикальные углы Наковано орудия Решают Дэдэнжел пишет Да здесь ТТ-42 решает Ну их Пусть решают Пусть решают Но мы посмотрим Как Ред Раш Тим 2 Сейчас ответил Вторая база рулит Лол Пишет Гешуд Это Гешуд уже Да Не поняли Что вторая база рулит Ну и сейчас со второй базы Начинает Реды Реды Гешуду Ну если Сейчас проиграет ТТ-42 То Гешуда Просто там Запинают За такие Слова За такие мантры На мантры В пользу противника Как это Зачем И смотри По-моему сейчас ТТ-42 реально Занимается контрой Контрят просто Состав сейчас Я думаю Скопирует полностью Состав Сейчас Гешуда Осталось взять Т-32 Нет Ну Апостол Видишь Сейчас на Хумеле А Да Все Один в один Три 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 Перш Хумель Т-50 Т-1 Один в один Супер Ну да Поехали Молодцы Скопировали Ксеракс Отлично Ксеракс Ксеракс Все Он спрашивает Готовы? Дэд Энджел Твой Дэд Доктор говорит Готовы Нет Дэд Энджел Твой Т-1 Наканул Ха-ха-ха Да-да-да Действительно Все Поехали Зеркало Просто зеркало И что же это будет? И что же это сейчас начнется? Астан Камелот Изи Таргет Калента Апостол Сион Гешуд Или Дайвер Емелька Капелев Шадагман Дэд Доктор Ипать Как ты так тихо Именно Тихо Потому что Действительно Я не хочу сейчас Отвлекать Парней От того Да не отвлекутся они сильно Я думаю Сильно не отвлекутся Поехали В бой Горчичные ТД-42 Цвета Куда ты Что ты делаешь? В небо стреляю Да И цвета Блю Карасао Реды 2 ТД-42 И Ред 2 Да? Да ТД-42 Ред 2 Всем нравится Цифра 2 Магическая Наверное Цифра Ксион уже на центре Дэд Доктор Где-то там же Дэд Доктор Там же Ксион играет в тапок Видит Дэд Доктора Уезжает А Дэд Доктор Кстати его не увидел Да Да Интересно И вот накинул апостол Но не попал По Дэд Доктору Понимает Дэд Доктор Да есть засвет Все Все произошло Вот это может быть ошибка Сейчас Вот 42-х Колента Тоже здесь А у Редов 4 машины Левша Дайвер Емелька И Капи Сейчас на ухе Вот так вот Пазик Контрит Проход по кишке Смотрит Подсвечивает Да Левша Самый последний Идет Кстати Он сейчас Не сэфити карты Он сейчас Смотрит Чтобы никто Не прорвался По центру И втроем Понизу Насколько быстрее Потому что уже Уже вот Первый Первый перекресток Проехали Да парни Из Рэш Раш 2 А тут ребята Еще до сих пор Поднимались Есть как бы смысл Знаешь Ехать понизу Если ты торопишься Оттуда приехать А если ты Особо не спешишь А собираешься Играть в Дэв То можешь и по верху Хорошую позицию Выигрышную для себя Вот сейчас Вот реды Посмотришь Их кстати встретились У нас Т-1 Я переключусь Я переключусь Т-50 Встретились Д-доктор Ксион И здесь вот Кто кого Даже это Там башню кританул По идее Д-доктор Ксион Сейчас Не пробил Не попал Что это было И Ксион Проиграет здесь Наверное Этот поединок Хотя Да Да Д-доктор Остался с 11 хп И вот это Уже может все решить Быстрый свет был Быстрого света нет Д-доктор И Д-доктор Уезжает Кстати Не набрасывает Ему сейчас Апостол Что ему ждать Он понятное дело Уедет Калента здесь Правильно Да Надо Надо уравнивать силы Надо искать Светляка Надо Что-то Предпринимать Ну тем временем 32 отредов Посмотрели Что наверху На них никто не едет Развернулись И вот то Что я говорил Две тактики За бой Приехали Посмотрели Постояли Подождали Тут с ними Нитягаться Никто не хочет Развернулись Еще есть Но Я кстати Делаю ставку На ничью Вот Думаешь Ничья Я делаю Да Ставку На ничью Чай Купишь мне? Куплю Без проблем Я на такси ехал Все деньги потратил Астон Изи Таргет Камелот Ждут Камелот Кстати Немножко Сзади Почему Та А нету Редов Там уже Все Они уехали Уехали полностью Вернулись Они к левше Который стоял В этот момент Все время Дефил Проход по центру И сейчас Видят Где находится Калента Калента Да Нашел здесь Пази И Ну что Что Пази По сравнению С тем Что Теперь ребята Знают Где находится Калента Де доктор Тем временем Поехал на ухо А все Реды Перемещаются И едут Я так понимаю В центр На монастырь Да Вот ребята Еще прокликивают Монастырь Каленту Поехал Встречать Тем временем Левша Дагман Переезжает На своем Хумеле Калента Выезд Левшу Не видно Левша Не видит Каленту Уехал Обратно Левша За кустами За двойными Кустами Даже наверное Тройные Ну тут еще и угол Как угол дома Мешает Угол скалы Мешает Левша Ломает Сейчас Дерево Очень зря По моему И выходит И левша Выходит Калента Отъезжает Назад И левша На помощь Идет Дайвер И сейчас Они вдвоем Выйдут На одного Калента Есть Калента В засвете 221-261 И будет ли От апостола Выстрел Ну надо Очень надо А левша Кстати Четенько Так засейвился От выстрела От апостола Ну дайвер Дайвер светился Все это время И дайвер И дайвер 397 Каленте набрасывает 217 От Калента Получает дайвер 64 Это апостола 300 хп Он ваншотный Но добьет Есть Добрали Вот таки преимущества Теперь еще и в першинг Беда Тем временем Дэд доктор По-прежнему Тапком Стоят Тапком Стоит тапком Смотрит Никто ли не едет По уху Ему На Е2 Сейчас прокликали Сейчас поедет в Е2 Смотреть В Е2 Он Встретится Кое с кем Интересно Успеет ли Изи Таргет Развернул сейчас Дула Есть засвет Видит Видит Дэд доктор Ай-яй-яй Ну едь Едь давай Не стой Ай-яй-яй-яй-яй-яй Дагман Дагман Камелот Должен выцелить Не будешь стрелять Не будешь стрелять Камелот Вот это да Апостол пропал Из-за света Дагман Не отстрелялся По нему Левша Кстати Вместе с Капи Будут брать базу Потому что Левша Сейчас уже По кишке Прошел И Есть Пошли выстрелы По Капи 310 Но сейчас он уедет И не будет Возможности делать Эти выстрелы Так Посмотрим От Апостола Посмотрим От Апостола Капи выезжает Слева Левша Будет на Апостола Выходить Есть Видно Апостола И Капи Давай 270 Все Добрал Капи И влетела Еще туда От Дагмана Ну Смотрим Камелот Видит сейчас Капи Есть 274 34 Срава Моментально Это такая реакция Это автоматический огнетушитель Как говорит Голдоненький огнетушитель И по Левше Отстрелялись На 332 Решили добирать его Сначала Маленького Правильно Капи на захвате За камнем Видит ли Камелот Камелот увидел Левшу Правильно Добрал Астон уже снизу Выезжает Флова и оба И на помощь Сейчас Капи Подошел Емелька Флова 327 Влетел Сейчас Капи Изитаргет Сейчас на прицеле У Емельки Емелька По гусеницам Нет Не получается 246 Видят они его Но понимают Что надо Нет Сбивать 770 Влетает Нету Изитаргет Все Двое Два тяжа И теперь Дайвер и Емелька Едут к базе Спасать Капи От Есть 290 Для Астона И Астон Ваншотный Да Видно Камелота Сейчас Капи По прежнему 605 За это Все время В Капи Никто не попал Из трех танков Ты представляешь Емелька Дайвер Флова Ну Дайвер Почти Флова Емелька Флова Едет Прикрывать Капи Капи Возвращается На захват Камелота Улетела Сейчас От Дагмана Вот так Чем то Я не успел Заметить И 2 минуты Более чем Достаточно Чтобы взять Базу Найти Гишуда Кстати Они до сих пор Не нашли Гишуда Ты представляешь А где Гишуд Все это Время Гишуд Вон Рядом И будет Сбивать Будет пытаться Сбить Сейчас Камелот Надо Действительно А простреливает Сейчас Капи Дайвер Приехал Камелоту Ну все Это 303 Камелот Улетает От дайвера В бок И Но если Гишуда До сих пор Не видно И до сих пор Его не засветили То Камелоту Можно еще раз Попробовать Сбить 290 Минус До Камелота Сбей 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 Отъехал Целится И будет сбивать Ну нет Не сбил Есть Минус Гишуд База берется Уже 80% Интересно Сможет ли Гишуд сбить Есть Сбивать Если что Надо будет Скапи Есть Гишуд Засветит Сбивает Захват Вот это Минута 14 Обалдеть Ну минута 14 Он последний Остался И Дагман Решает Дагман Решает Что сам Доберет И 3-2 3-2 Реды В пользу Редоргу Редраж Тим 2 Побеждают Сейчас CD 42 В пятом бою Деннис Клоу И это фантастика Я что-то сделал Никуда-то не туда Переключился И теперь Единоличными лидерами На пока что Становится Редраж Тим 1 А А Я буду кричать Просто А А Раши вторые Уже Сейчас У них Будет 12 очков Но при этом У них еще Один бой В запасе Остается Друзья Которые Они отыграют Завтра С Dead Red Army Вот так Вот Молодцы Ребятки Вот это Дают Вот это Да Я Шокирован Я не знаю Просто что Это и как Фух Давай-ка Сделаем Перерыв Давайте-ка Сделаем Небольшой Перерыв Аплодисменты Обеим командам Просто Перерывчик у нас Минут на 7 Сейчас будет Пока ребятки Соберут еще Одну тренировочную комнатку Да А пока Посмотрите рекламку Наши АМСириес Друзья Не забывайте Что вы можете Тоже вот Вот так вот Испытывать Эти ощущения Я думаю Это мы Сейчас Ну да У меня мурашки Похожие Я не знаю Просто ужас Но они-то Будут испытывать Действительно Ребята Которые сейчас Играли Такие ощущения Мало того Я скажу Что ребята Из ProSeries АМСириес Если Когда попадут Уже В ладер Когда уже Начнутся турниры Групповые бои Они смог договариваться Еще с ребятами Из StarSeries И участвовать В боях с ними Что собственно Предполагает собой Ладер Ладер Давайте Друзья Чуть-чуть тише Делайте Реклама Внимание Внимание Впервые в мире танков Грандиозная Аматорская лига В рамках Нового проекта StarLadder TV Цена победы Тысяча долларов И куча золота Лучшие команды Получат профессиональный Статус И право И возможность Помериться силами С достойными соперниками Во втором сезоне Не упусти свой шанс Войти в историю Мира танков Регистрация До 24 марта Фициальный сайт игры World of Tanks.ru Фициальный сайт турнира World of Tanks.ru Партнер дисциплины Wargaming.net Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Добрый день Я капитан команды ДРКК Бэтэнджел Хочу поблагодарить Варгеймингов За замечательный турнир Который они устроили Киберарену За то, что они поддержали Варгеймингов В этом деле Поблагодарить всех команд Участников Поблагодарить свою команду За великолепную игру Которую они показали В целом о чемпионате Могу сказать, что это Первый Такой серьезный опыт Для меня лично Для нашей команды Конечно нет Но в целом Хотелось бы выделить Что именно организация турнира На должном уровне Все пожелания игроков Все пожелания команд С точки зрения Саппортинга Настройки компьютеров Они как бы Выполняются очень быстро И никаких с этим Проблем не возникает Турнир очень понравился Отличная организация Команду тоже молодцы Показывают красивые моменты Гурю эмоций Все отлично Все рады, довольны И мы на самом деле Получили очень большое Количество просмотров Постоянных зрителей В интернете Для чего мы как бы и старались И перейдем И перейдем Какое же напряжение, вот когда смотрели мы вот Ой-ой-ой, как вершин где-то подожгли Девша горит, 2% у него остается 12, 10 кп потушился Два раза поджигали его И все-таки убивают его Выезжает Делюк, сделает первый килл 1-0 Повела первая команда Леопард находит здесь, арту минус арта и клип, встает разряд Здесь же Леопард, 4-й хпшный, Т1 может его убить Емелька еще минус 340, Т1 не пробивает Леопарда Минус Леопард, минус Т1, то есть 48, 49, 3 танка на захвате Емелька фаеросвей и зеред 3-3 остались Надо сбивать Обязательно, тем временем минус клип еще 83, не попадает! 95, 98, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 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 9 Это все одни приблизительно одинакового уровня, и практически каждый матч нереальный Рубилова. Практически каждый матч мы наблюдаем новые стратегии, просто шикарное решение от команд. Спасибо Wargaming, конечно, за то, что они все-таки решили проводить Intel Challenge, и что привезли все эти команды сюда, и я надеюсь, что в будущем мы увидим еще не один такой турнир. Конечно, жаль, что в финале именно две команды Red Rush. Кому жаль, кому не жаль, конечно. Отличный же турнир, я не видел никогда таких больше турниров именно по танкам. Здесь собрались самые сильные команды. К сожалению, я комментатор, и я не могу участвовать ни за одну из команд. Мне очень хотелось бы это почувствовать изнутри, то, что здесь было сейчас. Они спортсмены. Они реально спортсмены, они реально тренируются, не курят, не пьют. Может быть, возбрать себе иногда кусочек шоколада для того, чтобы мозги работали побольше. У меня 16 из боев. Я не могу делать то, что они. Я не знаю, как они это делают. Мне очень хотелось бы попасть в одну из команд. К сожалению, не могу. Добрый день. Я капитан команды Synergy в дистриблении World of Tanks. Мы участвовали в чемпионате в киберспорт-арене в городе Киев, который прошел вчера и сегодня. Общее мнение о чемпионате положительное, потому что таких событий раньше не было, в которых мы участвовали. Как событие чемпионат оправдал все наши надежды. Мы получили бесценный опыт и остались очень довольны результатом. Здравствуйте. Это команда Moscow Five. Мы случайно попали в кибер-арену. Здесь идет уникальный турнир Battle Tanks. World of Tanks, да? Правильно? Вообще, обстановка, конечно, сумасшедшая. Арена, как всегда, на высоте. Здесь даже сделали, как я понял, по два компьютера добавили. И вообще, ребята сидят, кричат. Для меня очень новая дисциплина. Оно вообще все равно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, это World of Tanks, это Star Series и у нас последний бой пятого тура, последний матч пятого тура это Red Asus и Fearless. И Red Asus сейчас цвета блю красава будет, а? Ну вот так получилось. Ну да, вот так. И Fearless. Ну Fearless на пятнадцатом месте, Asus на седьмом. Сейчас посмотрим, Asus 4 игры, 2-2, ну то есть 2 победы, 2 поражения, 6 очков у них. Fearless. Сейчас одна ничья, только 1 очко, ну и 3 раза проиграли. Ребята, надо выбираться отсюда. Надо покидать низ нашего списка, нашего ладера, друзья. Собрались. Разобрались. Да, и вот Derp пишется, некогда ему ждать. Некогда же. Пора уже ехать? Ну да. Да. Ладно, я пока что напомню, ребята, про информацию, там по поводу, по поводу каких-то трансляций, по поводу всего, что происходит, по поводу интервью. Можно прочитать, будет вот здесь. Обращайтесь, заходите, пишите. А, здесь слэш можно поставить. Кстати, да? А ну, будет ли отображаться? Сейчас посмотрю. Вот так. Да? Нет, все равно унифайд. Ну, слэш к В. В КВ не надо. КВ это Киев. В Киев, кстати, Киев пишется КВ. Да? Ну, строго. Вот. Вот. Ну, уже не важно абсолютно, потому что вот. Вот это World of Tanks.